Диеты с низкой концентрацией жиров популярны среди спортсменов и людей, желающих сбросить лишний вес. Тем не менее, диетологи настаивают на том, что пренебрегать жирами в рационе не стоит, так как они необходимы для нормального функционирования организма. Обсудим это с Денисом Гофиулиным. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис фитнес-тренер, специалист по правильному питанию и автор проекта «Трансформация». В споре за или против жиров вы на чьей стороне? Я, конечно же, за жиры, но не за все жиры. Отчего себя лишает человек, отказываясь от растительных масел с целью похудеть? И как это сказывается на организме? Дело в том, что раньше был определенный период, когда вся индустрия диетологии, она, грубо говоря, была против жиров, что это вредно, и всех перетаскивали людей на европейскую диету. Но потом, как показали исследования, когда люди переходили с жировой диеты на растительную, у них ухудшалось состояние здоровья, даже при наличии того, что им добавляли определенные витамины, еще что-то. Так или иначе, пытались улучшить их состояние, но оно не улучшалось. И вот в этом как раз суть вопроса, какой жир организму нужен, потому что его недостаток и его избыток, они равно и вредят человеку. Как недостаток, так и его избыток. Поэтому очень важна золотая середина правильных жиров. Из жиров большей части состоят нервные волокна, клетки головного мозга, соединительные ткани, и даже кормящим матерям или беременным рекомендуют врачи омега-3. Потому что есть большое количество исследований, когда кормящая мать употребляла в рацион омега-3, то есть растительные жиры, и развитие когнитивных функций ее ребенком было в разы лучше, нежели когда мать не употребляла. Поэтому глупо недооценивать важность растительных масел, важность жиров в нашем рационе. А если человек занимается спортом, требуется ли ему увеличить количество растительных масел в рационе и на сколько? Масла вообще даже человеку, который не занимается спортом, они ему необходимы, в том числе растительные, то есть как бывают растительные, так и животные жиры, то есть насыщенные и ненасыщенные. Вот, важна золотая пропорция, а масла, которые нужно человеку добавлять, это, ну, самое, если взять банальное, это оливковое, это кокосовое для жарки, вот, а также рапсовое масло, которое я, допустим, употребляю иногда в салаты, оно тоже подойдет оптимально. Вот, поэтому масла, они необходимы, потому что они участвуют во множестве процессов организма человека, также многие витамины у нас являются жирорастворимыми, растворимыми, поэтому, не имея в рационе достаточного количества жиров, витамины просто не будут усваиваться. Также они влияют на выработку гормонов мужчины и женщины. Самое важное, это половые функции, то есть эстроген и тестостерон. Когда девушка, допустим, приходит в зал и, назовем это, садится на сушку, зачастую у нее могут пропадать даже цикл, так называется, аминария наступает, потому что не было в рационе жиров, и гормонам не из чего было синтезироваться. Поэтому вопрос жиров в рационе очень-очень важен, и ни в коем случае их нельзя убирать из рациона. Как мы видим, спортсмены начали пересматривать диеты и насыщать их полезными жирами, признавая таким образом их незаменимость в спортивном питании. Рацион, обогащенный маслами, способствует увеличению выносливости, ускорению метаболизма и жиросжигания. Новое качество жизни Индекс качества